Всем большой привет! Сегодня будем печь очень вкусные творожные куличи. Рецепт простой и быстрый. Тесто замешивается за несколько минут и сразу можно выпекать. Куличи получаются влажными и воздушными. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Приятного просмотра! Сначала подготавливаем 150 граммов изюма. Заливаем его крутым кипятком, даем постоять 5 минут, откидываем на сито, обсушиваем бумажными полотенцами и тщательно обваливаем в муке. Теперь переходим к тесту. Разбиваем в миску 4 яйца, высыпаем 250 граммов сахара и хорошо взбиваем блендером до получения светлой пены. Затем добавляем 400 граммов творога, пол чайной ложки соли, 1 пакетик ванильного сахара и продолжаем взбивать. Дальше кладем 100 граммов размягченного сливочного масла, добавляем 100 граммов сметаны, 40 граммов подсолнечного масла и перемешиваем до однородного состояния. Теперь просеиваем 400 граммов муки, добавляем 30 граммов разрыхлителя и вымешиваем до однородности массы. Тесто должно получиться густым, но не настолько, чтобы его месить руками. Может понадобиться еще немного муки. В готовое тесто высыпаем изюм и распределяем его по всему тесту равномерно. Затем берем бумажные формы для выпекания куличей, хорошо смазываем внутри подсолнечным маслом и заполняем тестом примерно наполовину. Мне понадобилось 5 формочек диаметром 9 сантиметров. Сразу отправляем куличи выпекаться в заранее нагретую духовку. Температура 165 градусов. Время выпекания примерно 50 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Она должна остаться сухой. Готовые куличи выставляем на решетку и даем полностью остыть. Затем делаем глазурь. Высыпаем в миску 120 граммов сухого молока. Добавляем 20 граммов сахарной пудры. Размешиваем и подливаем небольшими порциями остывшую кипяченую воду. Если образовались комочки, глазурь можно пробить погружным блендером. Должна получиться однородная густая медленно стекающая масса. Готовить ее нужно непосредственно перед нанесением на куличи, так как глазурь быстро застывает. Дальше извлекаем остывшие куличи из формочек. Смазываем вверх приготовленной глазурью и украшаем кондитерской посыпкой. Хочу отметить, что глазурь из сухого молока имеет слегка желтоватый оттенок. Если вы хотите, чтобы верхушка куличей была белоснежно-белой, украсть ее белковой глазурью. Несколько хороших рецептов есть на нашем канале. Ссылки в описании под видео. Вот и все. Очень вкусные творожные куличи готовы. С наступающим праздником Пасхи. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.